В физкультурно-оздоровительном комплексе на Конево 85 состоялся фестиваль ФОК территории ГТО. Около 200 учеников Омских школ приняли участие в испытаниях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Обучающиеся Омских школ уже привыкли, что наши ФОКи, точнее будет сказать так, гостеприимно принимают их с определенной периодичностью для того, чтобы выполнить нормативы, получить знаки, получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ВУЗы. Ну и в целом мы решаем наши задачи, которые перед нами стоит руководство страны по оздоровлению нации, по вовлечению людей в систематические занятия спортом, по реализации комплекса ГТО. Двукратный олимпийский чемпион по боксу и посол ГТО в Омской области Алексей Тищенко поддержал ребят перед началом прохождения тестов, а также вручил заслуженные знаки 13 счастливчикам, прошедшим испытания ранее. Когда ты просто пришел сюда и начинаешь что-то выполнять, присутствует соревновательный эффект, а рядом чуть быстрее бежит, не надо больше, потянулся столько, а что я хуже, я тоже должен столько же, ну и так далее. И, ну, как бы заводится, соответственно, ребята, и отсюда как бы и должен быть хороший результат. Прыжки в длину, челночный бег, подтягивания, наклоны вперед и другие виды испытаний участники фестиваля смогли выполнить в спортивном зале ФОКа. Для каждой возрастной группы есть возможность выбрать дисциплины. Например, на пятой ступени сгибания-разгибания рук в упоре лежа девушки смогли заменить на подтягивания на низкой перекладине, юноши – на высокой. Сравнить свои результаты с нормативами школьники смогли благодаря информации на стенде. Я посмотрела результаты и понял, что нужно кое-что дорабатывать, над собой тренироваться в некоторых результатах. Что у тебя хорошо получается? Ну, у меня хорошо получились прыжки в длину с места и хорошо получился бег, челночный бег на 30 метров. Для чего ты все это делаешь? Ну, чтобы проверить себя, чтобы понять, что мне нужно в жизни дорабатывать, а что наоборот. Тут во многом помогает спорт, это физическая подготовка, но это во многом помогает при издаче экзаменов, это большая удача, если ты сдаешь его. Я всем советую, это и для здоровья, полезно и для себя. Все отлично, на золотой. Ты как-то специально готовишься, тренируешься? На кроссфит хожу. А какая у тебя главная цель? Поступить в Академию МВД на данный момент. Ну, и там это зачислятся по баллам, золотой значок. Еще одно испытание плавания участники прошли в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса. Заплывы на дистанции 25 и 50 метров преодолевали произвольным стилем. До получения знака отличия юношам и девушкам остается выполнить такие нормативы, как бег, кросс, метание снаряда, стрельба и туристский поход. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...